Поразительно, но вот последний год у тебя нет-нет в репертуаре, да и увеличивается доля старого, old gold, старого и доброго. Это почему такое? Стало более невыносимо, Дмитрий, играть песни с балалайками, аккордеонами, которых повествуются о вечных мыторствах бессмертной русской души. А хочется играть... Ты что же, древнерусскую тоску называешь мыторством? Ну там мало где. Ну в общем мыторство. Зато мыторства много. Давайте посмотрим вот что, дорогие друзья, давайте посмотрим досье на третьего поэта Катман... Вот с тобой свяжешься. Давайте посмотрим на Гребенчукова досеи, и сразу все будет ясно. Русского уха это смерть. Вот, вот, мне как раз хочется всего, что для русского уха смерть. Ну что ж ты творишь, ты ж русский, Борис. Я именно поэтому и имею смелость это говорить. Будь я человеком кавказской национальности, кто бы меня это простил. Так ты хочешь сказать, что ты опять поедешь за ритмом, за океан, когда будешь новый порт свою копать? Мы растим музыкантов, играющих в вуду. У нас будет свой Новый Ирлеан. Новый Ирлеан на Волге. А где это вы его... Новый Ирлеан на Волге в районе Жигулевских гор. Там город Растяпин, откуда чишу. Кстати, утяжающий сегодня вечером концерт парижской жизни. Кто хочет приходить, слушайте Растяпинский блюз. А где вы их растите на Волге там? Вот прямо напротив, есть такой пансионат под Тольяттием. Вот так как Борис Михайлович съедет оттуда, да? Он уже съехал, по-моему. Певец и автор, исполнитель собственных песен Борис Гребенщиков готовится к тому, чтобы показать то, что еще никто никогда не видел. Позволите маленький эпиграф. Что бы сейчас Борис ни спел и ни сыграл, знаете, 1 февраля. Ваше представление о творчестве Гребенщикова должно полностью поменяться. Надеюсь. Окей. Песня называется старинным русским названием «Сутра ледоруба». Это не песня, это шаг вброд, Шашками с калином, Велисковый мед, Сутра ледоруба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чтобы вновь было слово, чтобы тронулся лед, Пока вера и надежда лязгают зубами в кустах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова